Здравствуйте, дамы и господа, с вами Хьюго, мы с вами продолжаем проходить серию Сэм, Первое Пришествие И сегодня мы с вами пройдем такую локацию, как Долина Королей Та самая локация, о которой я вам рассказывал в предыдущей серии и якобы вам обещал, что она будет интересная Так что я предлагаю вам это проверить, врал я вам или нет Да, кстати, отвечу сразу на один маленький коммент, который написали еще, по-моему, по второй серии Я на него, к сожалению, не ответил Меня попросили пояснить за множество, типа, пасхалок и тонкостей сюжета серию Сэма Ой, сори Я постараюсь это как-нибудь сделать, но, опять же, нужен либо повод, либо нужен какой-то материал, чтобы это можно было спокойно подтвердить Пока что в Нетрикс ничего, кроме описания мобов, каких-то там участков карт и также оружия, ничего интересного не попадалось Но на эту локацию сегодня попадется нам один предмет, который нам как раз-таки будет повествовать уже о первом Не только в секрете, но и пасхалочке Как сразу мы только уходим из подвала гробницы Розесса Третья, нас сразу же встречают Пара солдат и еще заодно Отряд гнаров, клиров и камикадз По-моему, не ел бил этого гнара бедного По-моему, это сделал за меня клир Спасибо Спасибо Сэкономим мне две дробины Дяду ссылочки Так Ой, что я делаю? Не то делаю совсем Совершенно не то На самом деле, вот этот замес, который будет проходить вот в этой долине, вот Которая якобы и называется Долина Королей На самом деле, не такой уж он прямо и будет крутой здесь Более интересный будет уже в самом внутри помещении Которое мы как раз-таки сами и стремимся идти Что, конечно же, обидно Хоть на локации и написано по дефолту, что Здесь есть более Почти, точнее, 400 юнитов Но, на самом деле, это не так ощущается Что здесь прямо так, 400 юнитов Поэтому, поэтому Я бы на месте крутим Сделал бы вот этот вот Проход от гробницы до вот этого храма Не то, чтобы прямо все жестким Но Хотя бы попудрее Так, как по мне кажется Тут мало юнитов Ну, очень мало Плюс сегодня у меня Что-то не летят пули У дробовика Не могу практически никого убить на один выстрел Это очень почему-то странно Ну, да ладно Тут мы с вами слышим, что где-то засел в засаде бык И вот и он Что самое смешное Он в команде камикадзе, который Либо взрывается сам Либо Убивается каким-то, ну, просто волшебным образом О Пожалуйста Клир танканул Просто взял и танканул Отряд камикадзе Также, да, забыл вам еще рассказать На локации гробницы Развязывается Что вот эти вот маленькие биомеханоиды Они, к сожалению Не ваншотаются С помощью дыха стволки Которая в теории убивает клиров На один выстрел Гренаров На один выстрел Прекрасно дамажит В упор На ближней дистанции Но Она не убивает От этих вот маленьких вот Биомеханоидов в упор Из-за чего Из-за чего, соответственно Приходится доставать Какое-то другое оружие Которое хотя бы нанесет Ну Хоть какой-то дамаг Чтобы их добить Так как тратить еще два патрона Таких вот недобитков Это, ну, очень невыгодно Прям уж очень Почему я их убиваю с пистолетов И с той же самой там Ту-стволки Не знаю Ракетницы Все дело в том Что ракеты Ракеты нам на этой локации Ох, как пригодятся Прям уж Ну, серьезно Нам они пригодятся И тем более В больших-больших количествах Также, да Можете уже наблюдать Нового Юнита Который У нас уже там Закидывают Свои магические шары Я вас позже Буквально попозже Познакомлю Ничего страшного Ой Ой Ой, больно А тем временем Тем временем У нас атакуют Два больших биомеханоида Которых я уже Ну, просто в наглую Убиваю в упор С помощью дусолки Если вы будете Вместе со мной Проходить сэм И никогда Ни за что в жизни Так не делайте Это слишком круто Это слишком опасно Серьезно Я не говорю за себя Что я прям Только профессионал В этом деле Но Это просто Не все разно Так делать Играть в ближний бой С такими механоидами Именно вот большими Это реальная смерть Они вас Закидают своими ракетами На раз-два Вы же Вы ничего не сможете Просто дать им В ответ Просто ничего Как видите Я хоть и надеялся Что будет реально Хороший замес Вот в этом Вот каньоне На деле же Как видите сами Очень что-то Вяленько здесь Либо из-за того Что как-то странно Тут расставлены Твою мать Вот этого Камикадзу Я реально не ожидал Тут то ли Респы какие-то Вяленькие Просто тупо Вяленькие Либо Банально Мало юнитов Что скорее всего Наверное Есть правда Просто банально Мало юнитов Так А Ну да Волшебные деревья Которых я вам говорил В песчаном каньоне Которые просто Подкидывают Сэма наверх И вы ничего С этим К сожалению Сделать не сможете Так 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 Ну что ж Я вам скажу Что Это все юниты 90% Которые есть В этом вот каньоне И больше Здесь практически Не будет За что Столько ранее обидно На этой локации А стоп Вру Вру Еще воспалится Такой небольшой отряд Если мы с вами Подбираем Вот эту вот Маленькую броню Так Ой Я же обещал На накопить Нам ракетницу Для Многих целей Так Так В принципе Там осталось Столько дропи Остались Как немец Как ты сказал И в принципе Она нам да Не нужна Так Там еще одна Гарпи застряла Нужно ей помочь Найти дорогу Вот Так А тут у нас что Дропи и здоровье Ну хорошо Здоровье возможно Мне еще понадобится А вот Дропь МБ МБ тоже Короче Ребят Знакомьтесь Это новый юнит Для нас Которого мы с вами Еще не встречали Вот такой вот Он красивый Симпотный И бросается Он в своем Вот такими вот Магическими сферами Это Не помню точно Конкретного Названия По-моему это Аландрус Точнее Алан 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 Рептилоид И это если что Это малая Версия То есть Молодая версия Это так же Работа Как и с Рахноидами То есть Есть молодая версия Есть взрослая Это только еще Молодая И он К слову Уже Как бы Опасен Ну и Понятное дело Доставляет Некоторые Неудобства Так вот Так вот Как видим Здесь наконец-то Нам дают Официально Ракетницу Только на четвертом уровне А мы с вами Нашли ее и на первом И на Третьем И пожалуйста Находим уже Третью ракетницу Всю игру И как только Вы берете Выходит Выходит Очень хороший парень Ну прям Вообще Бомбезный И Как видите Это Уже Аландрус Рептилоид Но только Взрослый И посмотрите Каких он Размеров Это просто Это просто Машина Вот с ним Шучить в реле Не надо Убьет Убьет он вас И не заметит даже Но так как я поехавший Мне скучно Убивать его Просто обычными Атаками Я убью В ближнем бою Плюс это Даст какой-то Эпик И динамику В серии Вот Откидываем В него 10 ракет У него Скидывается Половина здоровья И после чего Он вступает В рейдж Стадию После которой У него Скорость атаки В два раза быстрее Из-за чего Он вас может убить Просто на раз-два Давайте вот так Хольтами чуть-чуть И подамажим Буквально чуть-чуть Еще подамажим И сделаем следующим образом Подождем его Откат атаки Чтобы он на КД ушел Вот раз Два Три Четыре Пять Вышел Сэмик погулять Просто ему Запихали Это мачете В одно место И когда он падает ФПС просто падает До почти ноля На слабых Особенно компьютерах И он рассыпается Вот такую прекрасную Пыль Пыль Да Итак Первый секрет Первый секрет И к слову На этой локации Бои всего лишь Четыре секрета Но они Сложные Сразу говорю Они сложные Реально сложные В общем Суть первого секрета Заключается в том Чтобы вы уничтожили Пять каменных статуи Амон-ра То есть Насколько я помню Это египетский Бог солнца И Первая статуя Встречается прямо на входе Вот в этот храм Ну и Чтобы ее уничтожить Нужно просто Выпустить две ракеты Как раз таки Для этого нам и понадобятся Вот эти вот Сохраненные ранее Ракетки Это всего лишь Первая статуя И по ходу дела По ходу прохождения Этого локации Они нам будут встречаться К слову Здесь также находится Кривая аптечка Которая По непонятным причинам Почему-то криво стоит Но это не суть важно Короче Нам нужно еще Для первой секреты Найти таких вот Окей Вот таких вот Четыре статуи Да Ровно четыре Вот И уже Потихоньку Входим Уже внутрь Храма И там уже Почему-то солдаты Решили окунуться В воду Видимо Видимо Жарко что ли Стало Ну скорее всего Ну бедолагом Жарко стало Почему бы и нет Решили окунуться Прошу заметить Прошу заметить Что Когда юниты Окунаются в воду И стоят там Какое-то время Они задыхаются Водой Хотя у многих И нет головы У многих Там и есть По идее Какие-то жабры И так далее Но они все равно Тонут Это такая механика Волшебная серия Сэма Под водой Здесь можно найти Пару плюшек В виде эликсира И по-моему ракет В том углу Но Будьте осторожны И внимательны Что это активирует Вот таких вот Прекрасных просто Охранников Этих предметов Это Это новый Также новый Также новый юнит Которого Как зовут Как зовут Давайте вспомним Электрик Ага Это электрическая рыба Ну на самом деле Юнит крайне опасный Тем более На серьезном уровне сложностей Так что Держите это в курсе Тем более В основном На локациях Они присутствуют Только Только В больших количествах Из-за этого Они крайне опасны Так И чтобы нам продолжить Свои путешествия Я сейчас сделал Какую-то вообще дичь Чтобы нам продолжить Наше путешествие Нам нужно Собрать вот тот Самый золотой Крест Который находится На центре карты Но он как видите Находится Не очень По удобному Для нас положении И чтобы мы могли Сами его опустить Нам нужно нажать Два рычага Рычаги находятся В этой И вот в той Комнате Соответственно Вот И Самая веселая ситуация Этого всего Дело в том Что можно нажать Одну только кнопку И достать Этот крест Ой Про тебя-то Братишка Я совсем забыл Все дело в том Что я на одном уровне Вам рассказывал Механики Рокет-джампа И эта механика Заключается в том Что вы Допустим Хотите попасть сюда Но не можете Просто тупо Не можете Вам это Никак не сделать Ну-ка Есть ракетница И можно сделать Вот так вот То есть Прыгнули Стрельнули Подлетели На еще Два метра выше Взяли крест Можете идти дальше Но так как я Игрок честный Я сделаю Все как Задумывалось Игрой Вот И в основном Все вот эти вот Рокет-джампы И П-п-п-п Делали с целью Делали с целью Быстрое прохождение Карт Быстрого дотяжения Каких-то целей Предметов И так далее В общем Для игроков Любящих Быстрый Геймплей Там спидран И так далее Думаю Вы меня поняли Вот Нажимаем вторую кнопку Она полностью Опускается вниз От этого вот Колба Почему колба Стол Стол И вы уже можете Спокойно взять Этот крест Вот И после чего Вы можете уже Продвигаться дальше И ворота у вас будут Уже открыты дальше Также я вам забыл Рассказать Что вот это вот Рахноида Что малого Что большое Просто дикая Атака ближняя Он вас будет Бить вот этим Вот своим Мощным хвостом И хвост Наносит Очень высокий урон Примерно как Ракета Биомеханоида Так что В ближнем бою С ними сражаться Вообще не рекомендуется Кстати да Вот новый вид Летающих гнаров Такой уже Самки гнаров И они Крайне опасны Как я уже говорил Так что Нужно их Утилизировать Первым делом Ребята Вы слишком косо Стреляете Слишком косо Потренируйтесь Немножко Как им В досуге Забавный факт Что этот разрушитель Стреляет Не из Пилы А из головы Своей отрезанной Это Это крайне забавно В классике В классике Как было сделано В одной голове У нее была В одной руке У нее была голова Сори По-моему в правой А в левой Был пистолет Точно такой же Как и у ракетчиков Безголовых И это все было Гораздо логичнее И понятнее Ну по крайней мере Это так выглядело В HD же Переиздании Крутим Решили сделать это Вот так вот Не знаю почему Но не так решили Это сделать Ну Им виднее Им виднее Так Это крайне неудобное И неприятное Ушко Которую Каждый раз Не приходит Ну просто не получается Пройти идеально Вот где-то Ну ты вот свое ХП Ну потеряешь Вот какой-нибудь Ну клир там Или болотный Прыгун Просто тебе снимет Это ХП А тут мы с вами видим Внизу что есть Здоровье Но к сожалению Это не секретное здоровье К сожалению И так же да Если вы не сломаете Первую статую Бога Ра Вы ее можете сломать Здесь То есть здесь находится Уже вторая статуя Вот И на самом деле Можно ее не ломать В конце уровня У нас будет прекрасная возможность Получить полностью Этот секрет Как это надо Так Решил нас тут Подловить Летающий Гнар Но у него это не получилось Таблетка Которая Положена здесь С целью ловушки Но это Опять же Не сработало У солдат Ментова Почему-то Этот Гнар Решил Быть не в инвизе Решил просто Умереть В страданиях Вот уже Третья статуя Бога Ра Можете ее Сломать Если хотите Но опять же Мы с вами подождем Мы с вами подождем До конца уровня Так И Это уже Практически Финальная часть Ну грубо говоря Процентов 60 Мы уже с вами Прошли От этого Храма Он на самом деле Не очень-то и большой И так же Сложный Просто Как обычно Доставляет Некоторое Волнение И Проблемы И Вот О чем Я говорил Вот Это первый По сути Папирус Который За всю Игру Нами Находится В дальнейшем Не так же Будут находиться Конечно Не такие Большие Колицы Как бы Хотелось Но Все же Вот Здесь еще Одна статуя Не знаю Гарулем Или нет Но Мы с вами Посмотрим Папирус И В этом Папирусе Можно В русской Версии Прочитать Небольшой Текст Который Вот тут Написан Но Буквально Вкратце Вкратце Расскажу Что в нем Как говорится Исповедуются Читателю Там Рассказывается О священных Лунных Горах О которых Я вам Говорил По моему В песчаном Каньоне Я уже Точно Не помню Как раз Такие Эти Финальные Лунные Горы И будут Местное Сражение С главным Боссом Там Рассказывается Небольшой История Этих Лунных Гор Как К ним Попасть Вот И Да Хоть я и говорил Что эти Папирусы Попадаются По ходу Прохождения Игры Но их Крайне Мало Ну Очень Мало Так Опять Какой-то Сделал Дичь Не добил Этого Рахноида Красного И что Самое Забавное Когда вы Начинаете Проходить По этому Залу Как вы Уже Заметили Появляются Паргуны Рахноид Игра Как бы Намекает Чувак Отходи Назад Отходи Назад Отсюда Выходит Клир Отсюда Выходит Мало Рахноид А там Еще один Клир То есть Ловушка На ловушке Просто Замечательно Все Как раз Такие Принципы И Стили Сириус Сэма Тебя Нападают В одном Месе Уходишь Назад А там Еще Монстры Классика Тупо Классика Так Следующее У нас Помещение С Темной Кстати Стеной Которая Также В одном Из Папирусов Где-то По-моему Описывается И Также По-моему В текстах Нитриксы И После Нажатия Кнопки Наскрывается Эта Стена Где нам Показано Куда нам Нужно Будет Идти Дальше И Нам Рассказывают Также О том Что Вот Там Спавнятся Калеры Которые Нас Будут Ждать С дольбовичком Повеселюсь Потому что Ракетницу Надо Нам Экономить Хоть и Я и Вижу Что Там Уже Спавнятся Ракеты За Решеткой Но Все равно Экономить Надо Хорошо Экономили Я Вообще Классно Прямо Супер Сказал Трех Четырех Убью А убил В итоге Почти всех Классно Классика Говори Одно Дело Другое Я Так Так Значит Броне Дробь Есть И Парочка Эликсиров Хорошо Прекрасно Просто Зашипись Так Очередная Ловушка Безголовых Камикадзе Также Солдат Разрушителей Блин Нету Бо То Что Они Стреляют Из Своей Головы Пить Лазерами Это Это Круто Это Круто В Какой Веке Вот Заходим Вот это Помещение Которое Мы уже Сами Видели Отсюда И Оно Задраивается Полностью То есть Войти Уже Обратно Мы не Сможем С вами Так что Собирайтесь Все Что Есть Все Что Есть Вот На Той Стороне Потому Что Вернуться Уже Как я Говорил Не Сможете Берем Здоровье И Нас Закрывают Кто Б Мог Подумать Ну Сэм У нас Особо Мог Говорится Не Блещет Его Очень Легко Обмануть Так что Берем Дробовик И Отбиваемся Как только Можем Здоровье Тратить Здесь Не Рекомендуется Лучше Его Сохранить До Следующего Уровня Не Так Как Я Это Делал В Пещере Точнее Не Пещере Гробниц Рамзеса Третьего Нет Так Делать Не Надо Вот Хотя Более Менее Вот так Потереть Хотя Вот И Готовимся С вами Уже Следующей Волне Волне Из Клиров А теперь Я точно Убью Трех-четырех И буду Зребовичка Уже Начинать Потому что Ракетница У меня Почти Не Остается Так Дружок Остынь Немножко От обидно Что До Столка Да Также Не Забирают С одной Ракеты Еще Хотя Бо Малого Арахноида Приходится Трать Еще Два Выстрела Это Такое Дроби Тут Много Дают Так Что Можно Тратить Спокойно Так Отлично Броник Мы Сами Сохранили Надеюсь Я Больше Не Буду Тратить Его Хотя У нас Еще Будет Возможность Пополнить Эрмор Итак Нам Нам Немнож Открыть Дверь Чтобы Попасть В Финальное Помещение Вот В Это Вот И Чтобы Нам Это Сделать Нужно Достать Еще один Крест Каменный Который Находится Под водой Но Он Закрыт Вот Этой Ловушкой То есть Вы Пойдете За ней За Этим Крестом А Ловушка Вас Понятное Дело Уничтожит Просто Поэтому Чтобы Нам Ее Обезвредить Нужно Пройти Вот Уже В Эту Комнату Так Пару Солдатов Так Что Ничего Тут Страшного Нет Если Что Вот Эта Статуя Не Считается За Уничтожение Статуи Амонра Потому Что Это Не Амонра Это Какой То Другой Бог И На Сам Деле Честно Горя Не Знаю Кто Это Я Не Особо Шарю В Египетской Мифологии И Так Далее Но У него В руках Крест Так Что Это Мне Кажется Значимый Персонаж И На Сразу Ж Встречаясь Снова Группа Поддержки Из Трех Клиров Вот Нажали Тут Камушек Эта Ловушка Убирается И Можно Спокойно Взять Вот Этот Стоун Стоун Как-то Там Я Не Помню Как Считается По Английски Но Я Думаю Вы Увидели Уже Я Просто Пошлепил Этот Момент Вот И Тут Нам Официально Также На Этому Локации Дается Томпсон Хотя Мы Его Сами Нашли Уже Когда По Моему На Втором Уровне На На Песчаном Канюне Мы Сами Его Нашли Капиона Еще Упасть Вниз Кстати Да Механика Переиздания Именно Механика Поведения Мертвых Юнитов Хотел сказать Мертвых Трупов Как На одном Стриме Ну ладно Я сдержался Я понял Что это уже Было тупо Механика Поведения Трупов Хорошая Здесь Переиздания Мне очень нравится На самом деле Примерно Сделано На уровне Тройки То есть Третьего Сэма Но В каком-то Плане Лучше Каком-то Как говорится Не очень То есть На пустый цвет Так Главное Здесь убить Вот в этом Помещении Клира Потому что Они будут Гораздо Опаснее Чем прыгуны Но это Уже Как говорится Тоже Такое И вот Берем брони Которую я сохранил Здесь Можете Аптечку Еще Также Взять Если у вас Ну уж Прямо так Все будет Плохо И так же Да Первый Секрет Который Мы находим Наконец-таки Засет Прохождение Эта локация Это вот Табличка Это Непонятная Конструкция На которую Мы с вами Наступаем Нас подкидывают Наверх И вот Берем Секретный Армор Также Да Больше Тут можете Ничего не искать Здесь Ничего Абсолютно Нету Просто Вот Такого Вот Интересный Потолок Назовем Это так Вот И Все По сути Локация Пройдена Финальная Комната Которая Находится Уже Третий Артефакт Видео Такого Треугольника Красивого Вот И нам Остается По сути Найти Еще Последний Артефакт Вот И Уже Далее В Одном Из Папирусов Будет Объясняться Зачем Нужны Нам Были Эти Артефакты И С какой Целью Мы Будем Их Использовать Ну что Самое Интересное Локация На этом Не Заканчивается Игра Нам Показывает Что Сэм Иди Туда Там Что-то Есть Вот И Как я Уже Говорил В начале Уровня Нам Нужно Сломать 5 Статуй Амонра Как раз Таки В этой Комнате Есть 4 Ломаем Одну В начале Либо Еще 2 На Пути Сюда Либо Ломаем Еще 4 В конце И Для Их Уничтожения Вам Потребуется Либо 8 Либо 7 Ракет Тут Зависит От Везения Игры Самой Либо От Вашей Точности Но Как видите Можно Сломать Полностью 3 И Чуть Четвертую И Секрет Вам Проходим В это Помещение Смотрим Что Здесь Какое-то Количество Патронов Ракет Таблеток И Эта Статую Нам Открывают Вот этот Секретный Телепорт Который Конечно Сделан Так Себе Крутим Можно Было Бы И Постараться Получше Вот И Этот Телепорт Нас Перемещает На Этот Берег На Сам Деле В Классике Я Насколько Помню Этот Телепорт Он Если Вы Этот Секрет Не Открываете Открывается С помощью Ракетницы То есть Там Будет Камень Такой Вот В этом Вот Уголку Карты За Камнем Будут Такие Качели Большие Вот И Вы Ломаете Камень Освобождаете Качели И Можете С помощью Качелей Перепрыгнуть Сюда С какой Цели Мы Сами Перепрыгнули Сюда Сразу Быстренько Объясню Потому Что Если Вы Пойдете По Этому Хиплому Мостику Он Сломается И Вы Пойдете Вниз И Тогда Вы Не Откроете Секретный Уровень Который Считается Последним Четвертым Секретом Этой Локации И Который Находится Вот Там Вот Что В принципе Мы Сами И И Идем На Секретную Локацию Видите Секретный Плас Найден И Смотрим Статистики 320 Из Монстры Но Мы Сами Это Сделали Как Ни Странно 4 Секретов Времечка Конечно Да Не Очень Хорошее В идеале Я проходил Эту Локацию За 15-16 Минут Но Так Как Я Стараюсь Рассказывать Объяснять Что-то Вам Попутно Показывать Поэтому Оно Такое Длинное Ну Что ж И Статистики Нас Как обычно Не могут Не радовать Ну Что ж Ребята На этом Я буду Заканчивать Следующая Локация У нас Будет Секретная Будет Она Гораздо Сложнее Я Серьезно Сейчас Говорю Она Будет Очень Сложная Возможно Скорее Свою Буду Там Первые Впервые Умирать Так Что Я К ней Серьезно Подготовлюсь И Будем Надеяться Что Я ее Пройду Относительно Налегке Но Вам Хочу Сказать Спасибо За просмотр За Вашу Поддержку Пишите Ваши вопросы Также Ваше мнение В комментариях Ставьте Пожелание Лайки Заглядывайте В описание К видео Там Вы даёте Много Чего Полезного И Всем Я желаю Вам Удачи И До Продолжение следует